В заключении давайте заглянем в класс System и посмотрим, что из себя представляют объекты IN, OUT и R, соответствующие стандартным потокам ввода, вывода и ошибок, при помощи которых программа взаимодействует с внешним миром и с консолью. System in это input stream, поток байт. Если программе на вход подается текстовая информация, то удобно обернуть этот input stream в input stream reader плюс buffer reader или сразу в сканер. System out и System R это print streamы, то есть можно выводить в них как двоичные данные при помощи метода write, так и текстовые при помощи методов print, println и printf. Чем мы, кстати, и пользовались, начиная с нашей первой программы Hello World. Любопытно, что поля объявлены как финальные, со значением now. На самом деле они, конечно же, будут инициализированы какими-то конкретными объектами. Это сделает виртуальная машина, ей final не указ. Но не пытайтесь повторить это у себя дома.